добрый вечер тема сегодняшнего видео это microsoft windows pre-execution environment что это такое ну грубо говоря это такой загруженный диск с официальными микрософтскими программами которые позволяют спасти ваш сервер ваш компьютер когда он не загружается и у него подобного рода проблемой можно сравнить с аэромбуд сиди многие кто пользовались знают там до заглушенный диск такой заглушенная флешка теперь уже наши времена который вы можете загрузиться и сделать определенного рода операции по первой помощи для вашего компьютера macrosoft тоже есть такая вещь называется winpe это все лицензионное все официально но его можно сделать стандартными средствами винды как же это делается для начала нам нужно пойти в интернеты и скачать две программы такие windows и детей на windows и детей первая же ссылка в гугле ведет нас на сайт microsoft заходим сюда и скачиваем сам и детей и winpe аддон для детей это весит но весит они мало но когда они устанавливаются они докачивают свои файлы это докачивает полтора гигабайта так и джей это закачивать 6 гигабайт пакет джей ставите их себе на компьютер и устанавливаете у меня на время проекта к схему когда я подготавливался они уже были скачаны так как они являются одним из про реквизитов для систем центра поэтому я уже скачал они мне хранятся тут вот это две такие программы у у меня они установлены поэтому другого интерфейс появляется тут один маленький совет на счет этих программ когда вы первый раз их открываете там бывает меню такое в одном первом меню предлагается установить а во втором меню предлагается установить и скачать и установить для другого компьютера и там путь такой куда скачивать пакеджи советую вам если у вас продакшене много компьютеров которым по тем или иным причинам нужен и детей и winpe так как это все очень долго скачивается советую выбрать второе меню скачать их какой-нибудь location закинуть на ваш файловый сервер и хранить там для дальнейших установок чтобы каждый раз не качать заново они у меня скачались сюда и уже когда вы открываете скачанную папку нажав на этот установщик он не будет естественно докачивать файл из интернета так как он поймет что экзо файл запущен из папки в которой есть папка installers со своими всеми пакеджами это сэкономит вам много времени и трафика устанавливаете эти обе программы сперва это потом winpe с winpe процедура тоже самое можете скачать какой-то отдельный локейшн и уже оттуда до устанавливать на другие компьютеры когда вы это сделали заходим но сперва давайте посмотрим куда он установился а ставится он по умолчанию вот по такому вот пути это просто для информации у меня на компьютере еще и гиперревизор поэтому притормаживает немного так c программ файл 686 тут будет windows kids десятка у меня и детей до десятки и тут будет асэсментом дефлоймонт кит а тут уже будет windows проинсталашин environment ну вот тут сами основные программы которые нам нужны для работы но для нашей цели создания iso файла или загруженные флешки не имеет значения и четыре папки amd64 это но папка что четверо битными файлами это два arm папки для процессоров на основе arm процессоров для систем на основе арм процессоров и 32-битная папка для того чтобы создать вин пи для работы с 32-битными операционными системами microsoft это а локейшн и теперь заходим сюда и после как вы установите это все у вас тут меню появится вот такая новая программка windows kids заходите сюда и депломанта анимейджинг tools environment нужно запустить от администратора запускайте и собственно говоря вот сама программа командный интерфейс и нам тут нужно будет сделать кое-какие операции прежде чем сможем создать флешку либо же загрузочной айсу как видите тут есть несколько программ попробуем убить название 1 и queen и медиа вот грубо говоря все свечи этой программы с которыми мы можем работать тут образцы примеры все грубо говоря хорошо расписано но прежде чем приступать к этой программе нам нужно кое-что сделать скопировать извлечь содержимое этих папок но в зависимости от того какая нам винда нужно мы будем работать с ам до 64 папкой в другую папку и указать что эта папка грубо говоря является сорсом для работы и потом продолжать работу уже в командной строке указывая непосредственно на эту папку на звучит много complicated но поверьте это не так и сложно так есть такая команда вот она тут тоже копики копии и принципе все это можно было бы облегчить просто руками скопировав содержимое вот эту всю папку на другую папку и работая оттуда либо же работая напрямую отсюда но не все так на самом деле совсем легко потому как если вы это сделаете просто через интерфейс винды скопируя и поставив и ставя туда то процесс установки создания винпи не будет успешно идти программа будет наотрез отказываться создавать загруженный медиа файл поэтому все делаем согласно процедурам по сиджером microsoft копии пи выбираем тут папку с которой будем работать а м до 64 если вы будете работать с быть нами операционными системами что я сомневаюсь ну все-таки вдруг да то можете приписать тот x86 я буду работать с этим и прописываем локейшин куда ему создать папку и все это установить установит он около 300 мегабайт информации копию винт и x64 назовем эту папку enter как видите он с аксессуалы то есть успешно скопировал все в папку которую мы назвали винпи x64 теперь что нам нужно сделать нам нужно написать вот такую команду мы и медиа со свечом айсо давайте кое-что выясним тут есть в основном два свеча это айсо и и fd и fd если вы создаете заглушенную фляжку то есть просто указываете тут не прописывайте в эту команду и в конце просто прописывайте допустим но по сервере команды там просто прописывайте путь вот до фляхи и она форматирует фляжку и ставится туда для того чтобы этот гипервизор есть флешкой мне так не очень было бы удобно все это делать создавать виртуальную машину поэтому я создам iso файл и заодно и протестирую на одной из виртуалок как она собственно говоря работает значит пишет такую команду айсо теперь указываем source то есть откуда будет эта программа брать вот эти файлы но для создания загрузочной загрузочной флешки загрузочного из образа пишем папку которую мы с вами чуть ранее создали чем короче ее имя чем быстро писать тем быстрее писать поэтому при первом шаге не нужно прописывать такие очень стрёмные именно для папок ну конечно если вам нравится много писать можете писать все что угодно и теперь мы пишем путь вот это источник с пакетжами которые мы указали c унп и x64 мы только что создали эту папку чуть выше ну вот тут вот тут и теперь указав ее в качестве сорса мы указываем destination то есть куда создавать этот самый iso образ так c и назовем папку где будет хранится наш из образу win iso slash после . тоже slash и winp x64 . это собственно говоря будет сам файл enter так странно где же я допустил ошибку так win iso one minute так iso образ создался честно говоря не могу ловить почему и где она считает это за ошибку он тут грубо говоря путь до самого iso образа я указал минуя какую-либо другую папку то есть раньше у меня тут было прописано все так красиво win iso и почему-то она ругалась на это прописать просто корень диска c оно успешно закончилось и вот собственно говоря наш iso образ который он создался но около чуть больше 300 мегабайт информации тот iso файл давайте не отходя от кассы потестируем его нам нужен какой-нибудь подопытный кролик но скажем вот этот вот компьютер settings так dvd browse и ставим в него этот iso образ грубо говоря она будет думать что загружается с этого диска от win выберем чтобы он загружался с этого диска так зайдем в него и перезагрузим его это машина я использовал во время видосиков прессе но там собственно говоря вышло сообщение нажмите любую кнопку и не кем у меня работает space пробел на эту машину использовал во время видосиков про сиси м на нем много что по и система тестировалась у меня есть плейлист там видео на счет систем центр конфигурация менеджера если интересна такая тема тоже можете посмотреть в соседнем плейлисте у меня у меня почему-то он скипнулся посмотрим почему он зашел туда и почему-то скипнулся может я мало нажал там и никей так давайте его выключим так делать нельзя но что поделать вы на изо будет хром в виде connect старт так вроде достаточно так она загрузилась оказывается надо было чуть по усердней давить на и никей собственно говоря в нп и в обычной своей форме представляет собой именно вот это сейчас у меня с разрешением проблемы до грубо говоря это обычная командная строка и тут есть все стандартные но так и же там программы microsoft которые вам нужны на первых парах вот допустим у нас есть тут диск парт тут можем через него пролистать диски которые у нас есть тут 80 гигабайтовый какой-то диск еще есть поема диск парта то есть тут есть много еще чего так было что угодно с расширением экзе нет кажется не так опять же что тут еще можно делать тут есть неофициальный проводник такой неофициальный то есть это вещь она представляет свою командную строку и в таком формате в котором мы его сделали то есть формате по умолчанию вы винт и можно добавлять еще любые другие пакеты к пакетами могут быть софты могут быть скрипты то есть ну грубо говоря в нп это представляет собой мини версию операционной системой то что же как в операционной системы можно через десам или другие там деплойментом имиджинг софтвая добавлять различного рода прибамбасы там фишки то же самое можно и делать и тут но я читал про то как именно работать непосредственно с линпи там огромное количество команды все это немного сложновато делается кстати есть еще один путь как можно полегче это все обработать но об этом следующий раз как нибудь то есть на первых парах если вы просто дефолтный в нп и поставили это вот это командная строка но если вам по зарез вот пригодил нужен проводник как же до него дойти вот можете открыть так блокнот и внутри него есть неофициальный проводник который может вам помочь грубо говоря здесь буквы блокнота если вы берете опан вот это примитивная версия windows проводника ты есть windows проводник грубо говоря всяких там особых фишек там без теней без ничего через него вы можете браузить то что находится вот тут можете даже удалять создавать папки дисце а мне может создать папку тут можете удалить своего на проводник а так свою цель в нп и выполняет если вам нужно по-быстрому загрузиться там про браузе какую-то там папку и там что-то скопировать там все стандартные виндовые команды лета тут отрабатывают то же самое даже диск парта работает потому что все что нужно это что они работают уже установлено и вот так надеюсь было интересно спасибо следите за каналом